Кефалос, небольшое поселение на западной оконечности острова Кос в Эгейском море. Сам Кефалос находится на возвышенности, у подножия которой, на берегу моря, находятся три небольшие деревни Камари, Камбас и Ония, слившиеся друг с другом и фактически представляющие собой единую курортную территорию. В Камаре имеется небольшой порт, а Камбас и Ония – это в основном пляжи и гостиницы. Международный аэропорт находится в 17 километрах от Кефалоса. На автобусе сюда легко доехать как из аэропорта, так и из столицы острова, города Кос. Местная инфраструктура традиционна для Греции и не отличается особой оригинальностью. Курортная зона занимает примерно 3,5 километра побережья и ограничена естественными крутыми склонами. Местных жителей здесь около 500 человек. Большое количество недорогих сезонных гостиниц делает окрестности Кефалоса довольно популярным для летнего отдыха. Есть прокат автомобилей, туристическое агентство и другие необходимые службы. Но территория в целом несколько запущена. Пляж неплохо благоустроен и не перегружен. Так как это южное побережье острова, то Нагорье хорошо защищает пляж от северного ветра, который в Эгейском море дует практически все лето, и в сезон большие волны здесь бывают редко. Тем не менее сюда приезжает довольно много любителей виндсерфинга, у пляжа имеется пункт проката и обслуживания соответствующего спортивного инвентаря. Природная и самая фотографируемая достопримечательность, это небольшой остров Костри, на котором стоит живописная церковь Святого Николая, покровителя моряков. Хороший пловец легко доберется до этого острова. Среди отдыхающих популярен и соседний благоустроенный пляж Парадис, до которого около трех километров по дороге и куда заходит рейсовый автобус. Тем, кто ищет уединение на пляже, придется воспользоваться прокатом авто или мототранспорта, или идти пешком около пяти километров. Ближайший почти безлюдный пляж, это песчаный Кахилари Бич, длиной более полутора километров. Он находится на северном побережье, ветер тут существенно сильнее, поэтому он привлекает в основном любителей кайтсерфинга. Если есть автотранспорт, или с помощью туристического агентства, можно съездить и на некоторые другие небольшие и живописные отдаленные пляжи. С наступлением темноты курортная жизнь смещается в сторону портового поселка Камари. Сам порт невелик, и предназначен в основном для небольших туристических яхт и лодок местных жителей. Гостиниц в Камари уже меньше, пляжные зоны небольшие, прилегают к порту и не очень комфортные. Но здесь на небольшой и умеренно благоустроенной набережной, сосредоточены увеселительные заведения, бары, клубы и рестораны, но в целом их число невелико. Также местное туристическое агентство предлагает увеселительные поездки на различные тематические вечеринки и в других местах. Знакомство с историческими достопримечательностями можно начать уже на пляже. Прямо на берегу, напротив острова Кастри, находятся руины раннехристианской базилики святого Стефана, которая датируется пятым-шестым веком. Сохранились нижние части стен и колонн. В 500 метрах к западу от нее можно найти остатки так называемой малой базилики, но у нее сохранился только фундамент. В Камари, рядом с портом, можно осмотреть остатки римских бань, еще одной базилики раннехристианского периода. Однако большой интерес может представить сам поселок Кефалос, куда можно подняться по автомобильной дороге, срезав путь по пешеходной тропе мимо церкви святого Иоанна Крестителя. Кефалос – это традиционное поселение с типичной старой застройкой, с узкими улочками и плотно стоящими домами. В Кефалосе немногим более двух тысяч жителей, которые по-прежнему сохраняют свой особый местный говор. Конечно же, современный образ жизни пришел и сюда, строятся новые дома, проводится благоустройство, но поселение сохраняет свою самобытность. Летом в самом поселке и в ближайших окрестностях проводится множество общественных мероприятий, среди которых выделяется праздник Уза, обычно в начале августа, а также праздники в День Святой Пороскевы, то есть 26 июля, Иоанна Претечи, 29 августа. 15 августа большое празднество с угощением и традиционными танцами организуется в монастыре Богородицы Стилати, который расположен в пяти километрах от Кефалоса. Главная достопримечательность Кефалоса – это руина крепости, которая когда-то доминировала над местностью. Построена крепость, видимо, в средневизантийский период, и существенно перестроена во времена рыцарей и аанитов. Сохранилась часть стены и цистерна. От крепости открывается прекрасный вид на курортную зону. Также в Кефалосе сохранились руины старых ветряных мельниц. Музея здесь нет, но внимание заслуживает ресторан Мелотопи, стилизованный под традиционную усадьбу, и при котором есть экспозиция старинных предметов и действует восстановленная ветряная мельница. Также большие коллекции старинных предметов имеются в таверне Неотиса, рядом с церковью, и в так называемом традиционном доме Кефалоса, который находится в шести километрах, рядом с трассой, идущей в аэропорт. Если идти из Кефалоса на юг, то через один километр слева от дороги можно увидеть руины старой церкви Богородицы Полотяни, рядом с которыми построена новая церковь. Еще через примерно 600 метров в лесу слева от дороги находится археологическая зона. Это Остепалия, древняя столица острова в архаический и ранеклассический периоды. Жители покинули это место еще в античную эпоху из-за разрушения склонов горы. По преданию, город был разрушен Гераклом, когда он возвращался из Троянского похода. Сохранились фрагменты древних храмов и руины театра эллинистического периода. Еще дальше расположена пещера Белый камень, где археологи обнаружили следы поселения Каменного века, самого раннего на острове, и руины форта Госпитальеров, где сохранились фрагменты стен и цистерн. Расстояние от Кефалоса – около пяти километров по дороге. В окрестностях Кефалоса есть много старинных и живописных церквей с прекрасными видами, но посетить их без наличия автомобиля весьма проблематично. Местное туристическое агентство предлагает морские экскурсии на соседний остров Нисерос, основная достопримечательность которого – это кратер спящего вулкана, и автобусные, в город Кос, где сохранилось много интересных древних объектов, самые известные из которых – это Асклепион, храм бога медицины Асклепия. В Кос можно съездить и на рейсовом автобусе, который ходит весьма часто. Таким образом, хотя Кефалоса не предлагает ничего выдающегося, но прекрасно подходит для спокойного и размеренного времяпровождения человека, уставшего от бешеного ритма современной жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...